Дорогие друзья, имею честь приветствовать участников круглого стола в одном из наших предыдущих лучших учебных заведений, имя которого известно далеко за пределами Санкт-Петербурга и нашей страны. Один из ведущих вузов, который составляет славу нашей науке, наше образование. Ну и хочу сказать, что один из вузов, который входит в систему нашей высшей школы Санкт-Петербурга, которого я здесь представляю, у нас сегодня действует на сегодняшний день 49 государственных гражданских вузов, 41 негосударственный вуз. Это мощная сила, мы считаем, что в наличии такой мощной силы высшего, система высшего профобразования это большое конкурентное преимущество нашего города. И хотя вопросы науки и высшего образования находятся в компетенции Российской Федерации, тем не менее городской поезд делает много для того, чтобы эту систему поддержать, а прежде всего того, что мы дарим им очень большое значение. У нас обучается сегодня больше 400 тысяч студентов. Больше 400 тысяч. Конечно, основная часть заключается по специальностям, скажем так, не связанным с инженерно-техническими профилями. И среди всего контингента таких студентов у нас порядка 27%. Но, конечно, представить себе подготовку современного инженера без мощной подготовки в области коммунитарных, социальных норм, невозможно. Поэтому мы поддерживаем сегодняшнее мероприятие, считаем его очень актуальным. И я хочу пожелать успехов сегодняшнему круглому столу. И также, пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников сегодняшнего круглого стола на заседание, пленарное заседание Санкт-Петербургского Конгресса профессионально образования наук и революции 21 веки. Мы его проводим ежегодно. В этом году он пройдет 21 ноября в 11 часов на базе Горного университета. Каждый год это серьезное и мощное предприятие. И я думаю, что если вы найдете возможность иметь нужное участие, вы сможете это оценить и, конечно, обнести свою лектору. И только в конкретном заседании на уровне и в тех круглых столах, которые проводятся в конгрессе. Еще раз хочу пожелать успехов сегодняшнему. И при этом спасибо.